Сегодня стали известны имена лауреатов конкурса СМИ на призы губернатора и премии «Золотое перо». Среди журналистов, чей труд был особенно отмечен, есть и наши коллеги. Анатолий Главков побывал на торжественной церемонии. Очередная престижная награда в копилке «Самарагис». Губернатор Дмитрий Азаров отметил лучших журналистов региона. Среди лауреатов конкурса шеф-редактор нашего телеканала. Анна Назарова пришла на информационный портал в июне 2019 года. За короткое время вместе с командой она сумела наладить работу сайта, вывела его в топы популярных поисковых систем и разработала концепцию информационного ресурса. Сейчас сайт телеканала «Самарагис» – динамично развивающийся портал, который ежедневно посещает тысячи жителей губернии. В этом году формат конкурса, который проводят в восьмой раз, изменился. Журналисты боролись за звание лучших в 12 номинациях, соответствующих 12 национальным проектам. В творческом соревновании участвовали 160 журналистов из 57 СМИ. Работу Анна, посвященную реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, по достоинству оценили члены экспертного сообщества. Хочу в первую очередь сказать спасибо руководству телеканала, моим коллегам, которые поддерживали и помогали меня, ну и, конечно же, родителям, которые верили в меня. Это большая честь. В этот вечер губернатор подвел итоги конкурса «Золотое перо губернии», который проходит с 1998 года. Обладателями престижной премии являются главный редактор телеканала «Самарагис» Елена Орлова и шеф-редактор Инга Пеннер. В 2020 году лучшие журналисты получили из рук губернатора благодарственные письма и статуэтки. Анатолий Головков, Василий Калдашов, События. В номинации «Демография» была награждена и Ольга Шелест, как общественный деятель, который активно занимается судьбами детей-сирот. На нашем канале Ольга выпускает программу «Право на маму». Продолжение следует.